доброго времени суток дамы и господа в предыдущем видеоролике я вам показал различные секретные места на карте на мальск и в том числе такой объект под названием а3 говорил я что через этот объект можно попасть в одно очень такое интересное секретное место ну собственно данный видеоролик как раз и будет посвящен этому самому месту под названием ланте а 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 наше путешествие начинается с похода на заброшенную подводную лодку скат 12 точнее на затонувшую на всплывшую называть ее как хотите в конечном итоге пройти нам придется через всю вот эту вот льдину переплыть и попытаться найти все таки нашу долгожданную карту также эта карта может встречаться на данном проекте в таких вот новогодних елках под ними появляются подарки есть небольшой шанс что можно будет найти там вот такую вот карточку но по задумке все таки было задумано что данная карточка будет находиться только на подлодке скат 12 мы все таки решили проверить эту теорию так оно или нет и отправились на подлодку скат 12 ты видишь впереди какая-то штука подожди что это да синенькая его кстати видела но я не понимаю что это такое побежали ну погнали какое-то свечение как будто идет да 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 свечение я не знаю что это такое периодически она она у тебя пропадает блин что там светится смотри там зомбари там зомбари что-то ползает рядом аккуратно окей что это это санта клаус да ладно с убитыми оленями что это за хрена подожди это чё такое я первый раз такой вид подожди оружка тут смотри и он там шляп азоте погреться не будет я знаю что может и как босс какой-то он уже сохранил слоя так хера у меня так я пытаюсь отойти отри есть что в нем есть посмотри сколько тут оружки то нормально обрез гранатомет еще какой-то вон подарок нормально активизм как-то смотришь подожди не понял но на тап я нажал я тоже я не вижу прицел какой-то выпал и патроны разобравшись с санта клаусом его оленями мы отправились на подводную лодку оставалось недалеко ура виднеется добравшись до подводной лодки мы осмотрели окрестности и собственно проникли в саму лодку она не такая большая в ней появляется много интересного лута но сегодня нас интересовала только долгожданная наша карточка доступа чтобы активировать лантью время спустя нам удалось найти эту карточку вот она лежит карта доступа нак забирай теперь оставалось найти только локатор пульсаров поэтому мы отправились на материк он тоже был находиться в институте где-то в районе института который находится в центре карты или же один раз я встречал этот локатор пульсаров на объекте А2 как раз на третьем этаже но шанс того что вы встретите его именно там достаточно маленький после того как мы получим все предметы нам нужно будет двигаться на объект А2 для того чтобы активировать пульт управления так скажем реактором реактор можно активировать было за это определенное время как только аномалии точнее выброс начинает набирать силу только в этот момент в общем помните я рассказал в предыдущем видеоролике про некий объект А1 где находится такой шарик и если в него прыгнуть то можно оказаться в любом случайном месте так вот если мы активируем данный так скажем рычаг включаем то аномалия начинает светиться таким синим свечением и если мы в эту штуковину прыгаем то мы оказываемся непосредственно в нашем объекте А3 куда собственно нам и нужно проникнуть а уже в этом объекте мы должны установить карточку и вот этот вот локатор пульсаров для того чтобы попытаться отправиться на другую планету под названием Лантия собственно это нам и нужно было сделать в общем я добрался до объекта А2 у меня при себе сейчас в данный момент находятся два локатора пульсаров Лантия нашел как раз один здесь а один в институте и сейчас у меня стал пикать мюнный детектор который как раз показывает то что скоро начнется выброс собственно сейчас мне нужно подняться на третий этаж и активировать пульт управления чтобы изменить все-таки данный портал и прыгнуть на объект А3 так я немного тут запутался пока что бродил мне вроде бы надо на этаж повыше забраться у меня все есть для этого прыжка и это прекрасно так 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 где-то здесь это находится так я на самом деле в шоке от того что я встретил эти как они правильно называются блин локаторы пульсаров потому что последние три дня я их вообще не находил сейчас что-то произошло видимо ну что ж запустить реактор флакс питание подали теперь нам нужно очень быстро двигаться в сторону объекта А1 так все можно двигаться дальше так метку я вроде поставил на А1 но где-то в том направлении вон у нас А1 находится два километра включаем пятую передачу и двигаемся в том направлении так сейчас минуты на минуту зайдет Эля надеюсь мы успеем с ней пересечься потому что буря набирает обороты вы можете услышать что сигнал начинает работать все чаще также на фоне слышны вот эти звуки выброса которые приближаются но надеюсь она успеет зайти потому что она вышла как раз в том направлении мюнный детектор стал издавать уже совсем другие звуки это значит что выброс начнется прямо вот буквально с минуты на минуту блин короче тут газ ядовитый прикиньте тут какой-то ядовитый газ Эля тут газ тут опять газ надевай противогаз да 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 короче опять газ слушай да 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 у меня правда один фильтр на противогазе надеюсь нам по времени хватит погнали у меня еще знаешь что у меня два противогаза еще супер супер погнали погнали прыгать тогда раньше а меня хорошо слышно противогазе просто обычно плохо слышно да да хорошо а меня а меня так ну давай ты первая а где куда прыгать то в шарик в шарик я его активировал уже на 2 осталось только прыгнуть а я не вижу шар как это нет а это такой маленький ну наверное он у меня маленький ну не такой уж и маленький слушай нормальный шар очень маленький у меня шарик ну давай я прыгну первый хорошо посмотрим что будет отойдя давай раз два ныне ай-топ 겄ь да да хорошо опа а где я э Grass деть порядок где есть вот-вот ты где вот я вот-вот я видно меня так ждем пока эта штука выключится не надо туда прыгать это не надо это опасно так подожди посмотри 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 вокруг звездочки это это активируется аномалия но нам не такая нужно мы сейчас я будем перевключать потому что если мы сюда прыгнем мы окажемся в другом месте ты точно смотри примерно примерно так себя чувствует это большом миксере так подожди на самом деле нам нужно спуститься вниз сейчас а мы успеем надо подождать пока он выключится чтобы запустить его заново блин у меня какая-то болезнь короче я не вовремя дел противогаз и заразился вот чем проблема у меня должен быть фонарик блин у меня есть такая штука так ищем спуск вниз ищем спуск вниз а также какие-нибудь интересные вещички типа уга что-то есть тут прикольно давай 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 сейчас будем пытаться искать выход стрёмно под этой штукой находиться вот тут лестница нормально нормально так теперь найти пульт управления теперь пульт управления найти где-то я не помню с той стороны вроде бы он находится а вот пульт управления нашел да вон эта штука работает тогда нам дождаться пока будет прекратиться мы заново активируем и забавно интересно что будет если стать между этой хренью так пойдем искать блин как будто ядерная ракета на фоне взрывается мы пункт вовсю подожди мы даже сознание потеряли а со мной все нормально подожди подожди пока еще она не закончилась держи модуль доступа и карточку или ты лучше встать ну ладно давай я так вставляем локатор пульсаров одна штука карточка и нам еще надо будет найти сейчас два модуля так 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 помнишь как подниматься к этому шарику просто когда мы сейчас включим на сколько будет минута чтобы подняться и произделать прыжок на самом деле тоже а вот включили-включили включили давай 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 у нас мало времени так нет ни сюда ни сюда вот сюда лестница наверх или нет подожди я вечно путаюсь в этой их теме это не здесь походу до побежали только в лазер не надо попадать то хер знает что будет вот да вот он видишь меня надо подняться наверх подавай залазилась помню у нас будет мало времени 40 секунд давай на 30 рассчитывать будем считай про себя 30 секунд после того как мы прыгнем где аномалия сработала не вижу он еще не появился или что нет 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 видимо еще нет мы подождем хорошо так место у меня есть для приборов сейчас должен появиться с минуту на минуту ждем отойти подальше чуть-чуть на всякий случай куда нет эля блять пиздец поднимайся быстрее он уже активирован ну чёрт блин надеюсь она успеет сейчас закроется если чем не есть еще один локатор пульсаров давай 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 у нас еще есть секунд 15-20 так противогаз почти на исходе хватит так вот сделаем у меня себе кровь пошла вниз давай раз два три так ты тут ты тут ищем 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 модули или за ты блять он нет он закрылся нам пиздец какого чёрта блин ну по крайней мере мы там побывали вот как то так в конечном итоге пробовали мы там сколько секунд 10-15 от силы портал очень быстро почему-то закрылся не знаю что мы сделали так хотя на самом деле я все-таки догадываюсь что же пошло не так дело в том что как портал только открылся я думаю что отсчет идет именно с этой секунды то есть прыгать нужно сразу ну а поскольку эля упала куда-то вниз то мы потеряли очень много времени целых наверное 30 секунд пока она пришла в себя и добралась до поверхности и мы только в этот момент уже совершили прыжок то есть прыгать я так понимаю нужно сразу как открывается портал у нас было быть должно достаточно времени там секунд 30-40 чтобы найти еще два модуля по идее и с этим модуль мы должны были вернуться назад для того чтобы активировать портал повторно и уже в следующий раз при прыжке со всеми модулями когда вы мы это сделали у нас было бы где-то около трех минут пока портал не закроется то есть такой был план но к сожалению что-то пошло не так портал закрылся крайне быстро и все это закончилось смертью то есть когда портал в ланте закрывается то персонаж начинает очень и очень быстро гибнуть это какая-то как я понимаю типа космическая локация в другом мире но что-то наподобие как в black messa кто играл тот примерно представляет чем наверное вдохновлялись разработчики можете кстати посмотреть мой предыдущий видеоролик я про это неоднократно упоминал то что разработчики явно вдохновлялись вселенной half-life 1 и очень много различных пасхалок и отсылок именно к сюжету half-life 1 вот но в общем следующий раз надеюсь у нас все получится мы сможем подольше побродить на данном объекте вот данные сервера я напишу в описании также не забывайте подписываться на канал или ричи ссылка тоже будет в описании в комментариях в общем надеюсь вам понравилось пишите ваши комментарии ставьте лайки всем удачи всем пока